Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилий и канал Фрэшлайф 28 и в традиционной рубрике «Разбор полетов. История романа. Как похудеть на 50 килограмм?» Что ж, друзья мои, напоминаю, что рубрика «Разбор полетов» — это рубрика, в которой подписчики канала Фрэшлайф 28 рассказывают о своей трансформации. Не о потере веса, потому что потеря веса — это всего лишь видимая в зеркале часть нашей трансформации. Невозможно сделать так, чтобы у тебя никогда не было лишнего веса без изменения сознания. Можно избавиться от лишнего веса, но если вы ничего не поменяете здесь, он вернется. А изменить образ жизни — это и есть как раз тематика канала Фрэшлайф 28, канала о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Что ж, мой земляк, санкт-петербуржец, сварщик, роман, огромное тебе спасибо за записанное видео. Это и твой результат, и вообще ваши результаты. А это лучшая мотивация для меня продолжать свою деятельность. Что же, на сегодня убалкаю и предоставляю слово сегодняшнему герою. Встречайте. Всем привет. Привет, дорогие подписчики канала Фрэшлайф 28. Здравствуйте, Антон Олегович. Пришло время записать свою историю похудения. Как это было, почему это произошло. Решил записать это на улице. Зимний и морозный день, февральский, в парке Санкт-Петербурга. Я сейчас подготовил себе небольшую шпаргалочку. Буду в нее периодически заглядывать, так как всего в голове не удержишь. Начну с того, что зовут меня Роман. Мне 41 год. Вес 86 килограмм. 175 сантиметров рост. Похудеть мне удалось на 50 килограмм. Весил я 130. Похудел до 80 килограмм. Сейчас при походах в зал немножко набрал 6 килограмм за 8 месяцев. Чтобы добить низ живота. Так сказать, спасательный круг. Самое тяжелое место. Ну вот, начну с детства. В детстве я был очень худым. Меня постоянно хотели накормить. Пока не поешь, из-за стола не выйдешь и прочее. Давай ешь. Надо кушать. Ешь, ешь, ешь. Вот. Немножко поправился я в седьмом классе. Но так как был процесс роста, очень быстро за короткий период вытянулся и стал опять худым. И так продолжалось до армии. Пойдя в армию, я за полгода там похудел еще на 10 килограмм. То есть вес мой составлял 65 килограмм. И так продолжалось до конца службы. Я так и весил. Приехал 65 килограмм. И началась уже жизнь на гражданке. Сначала я занимался промальпинизмом. Там не до толстения, не набирания массы. Это постоянно как бы в один-другой конец города езда. И лазание по домам, по высоткам, по каким-то сооружениям. Поэтому вес мой оставался такой. 65, там, плюс-минус 5 килограмм. В 2004-м я женился. И решил сменить работу. Начался сидячий образ жизни. И это привело к набору жировых отложений. И получалось, что домой приезжал очень поздно. Приедешь там в час-два ночи, в 12. Сразу обожрешься, спать. Из часов просыпаешься. И на работу. И так вот многие годы. В 2007-м году у меня родилась дочь. Дочь родилась глухой. Это как бы сказалось тоже. Ну, скажу честно, я себя оправдывал тем, свой алкоголизм, что именно вот из-за этого я пью. И все такое. Врал себе. На самом деле, конечно, это отложилось на моем сознании. Это нелегко. Но пил я не из-за этого. Ну, все, поподробнее будет позже. А вот. Значит. С алкоголем. Где-то с 2008-го года я стал периодически выпивать. Но сначала это было там пико. После работы чуть-чуть. Потом это прошло. А в 2012-м получилось так, что у меня пузо было уже такое огромное, что когда я наклонялся завязать шнурки, у меня появилась пупочная грыжа. Вот. И я с этой грыжей прожил 5 лет. Оправдывая себя тем, что у меня грыжа, я ничего не могу делать. Не могу ни спортом заниматься, ни бегать, ни ходить, ни нормально работать. Опять же, врал себе. Рассказывал своей голове, что вот как только я сделаю операцию, сразу начну бегать, и все у меня пройдет. Вот. За это время я набрал почти до 130 килограмм. Конечно, на весы не вставал, потому что это же страшно. Как бы сказать. Посмотреть правде в глаза и сказать, что, блин, чувак, ты жирный, тебе надо худеть. Ты просто как кусок мяса. Ни сил, ничего нету. То есть была машина, я на машине передвигался очень-очень много. Я ездил везде. Я даже в соседний магазин ездил на машине. Сейчас это очень смешно. Но тогда это казалось, что машину грел дольше зимой, чем на самом деле была поездка. Доходило до абсурда. То есть я из машины не вылезал практически никогда. Передвигал даже по заводу. Там, где работал, передвигался из цеха в цех на машине. Вот. Когда сделал операцию на грыжу, ничего не поменялось. В больнице там немножко веса скинул, но также продолжал жрать. Это мне было уже 35. А, 33 года мне было, когда это случилось. После больницы также и ел, пил, и ничего меня не останавливало. Ну вот. С 2016-го где-то стал ездить на море и смотрел на пляжи. Все вроде такие же одинаковые, как я и пузо, и ляжки там, и сиськи, и щеки. То есть, как бы, считал себя, ну, нормально это все. Я нормально выгляжу. Понимал, что тяжело. Тяжело передвигаться очень. Тяжело что-то делать, наклоняться, работать. Силы прям, не то что силы, а габариты мешали именно нормально двигаться, существовать. Началась жалость к себе, что вот я такой, я, наверное, там 40-41 там помру. Как бы все так мрут. И... Ну, зато убухаю, и я... Все хорошо. Вот. В 2020-м после очередного алкомарафона я попал в больницу с гипертоническим Крисом. Давление было там 220 на 110, что ли, там, с пульсом 120 в покое. Врачи меня до этого предупреждали, что у меня проблемы с давлением, но я это игнорировал полностью, потому что ну, опять же, правде в глаза смотреть тяжело всегда. Это надо признавать, это надо с этим что-то делать, бороться или какие-то решения принимать и действия делать. Но проще же бухать, жрать и ничего не делать. Как бы жизнь одна, пожри говна, что-то типа этого. Вот как раз в больнице я решил для себя, что мне ничего не надо носить, поесть. Буду есть то, что дают медики. но стал питаться только этой едой и придя домой через 10 дней, встав на весы, понял, что я скинул 8 килограмм. И тут меня осенело, что в принципе довольно-таки все легко. просто надо дефицит калорий соблюдать и все. Вот, и как бы больше я в больницу попадать с таким Крисом не хотела, это очень довольно-таки неприятно. И я стал питаться, мне дали несколько диет, там вот этих медицинских столов, там номер, я уже не помню, какие номера там у них были. И начал питаться по этой диете варить себе все варить, ничего жареного не есть. Жена мне подсказывала там гликемический индекс и сколько чего положить, что можно есть, что нельзя есть, что какие продукты вредные, какие не вредные. По БАДам подсказывала и только спустя наверное год я понял, что она тоже смотрела Fresh Life 28 и все это оттуда, то есть тогда я еще не знал о канале ничего, но питался можно сказать уже по правилам как бы даже не по правилам, а просто как советует Антон. Вот. Употреблял курицу, гречку, макароны, ну все-все-все-все такое вареное, пареное, ничего жареного, никакого. А, сладкое я тогда еще ел, вот не так много, но ел, и похудел я получается за год почти на 30 килограмм. Но так как это было все не жестко, и с употреблением сахара, и где-то попадался алкоголь, иногда не в таком количестве, конечно, как раньше было, но он присутствовал в моей жизни. И спустя год, вот после отпуска уже, я поднабрал еще 10 килограмм. 30 скинул, 10 поднабрал, думая, что теперь-то я могу жрать все что угодно, но не тут-то было. Вот. И наткнулся уже непосредственно на канал Антона. И понял, что надо брать себя в руки, и уже это на всю жизнь. То есть, это навсегда. То есть, всегда так будет. Уже не будет никак по-другому, будет только так. И вот в феврале 22-го года я решил полностью завязать с алкоголем. Вот, до сих пор не употреблял вообще ни разу. То есть, полностью бросить пить и начать уже новую жизнь. И эта новая жизнь началась. И почему-то все постоянно говорят про куру и гречу, но на самом деле очень много продуктов, которые можно употреблять, но это каждый должен сделать для себя сам. выбрать все эти продукты как бы эмпирическим путем на себе все это исследовать. Вот. Но, что было реально, это я посидел на грече с курой где-то пару месяцев, чтобы исключить все аллергические ряда и реакции на продукты. И начал потихоньку добавлять уже продукты и смотреть, как они ведут себя по отношению к моему организму. организм как себя ведет по отношению к этим продуктам. Вот. И получается, скинул еще за полтора года там, уже как бы включая спорт, сначала я в зал не пошел. Сначала я занимался спортом дома, так как я сварщик, я сварил себе турник, у меня были кое-какие гантели, скамья, и начал приводить себя в порядок, потому что 15 лет вот после армии я вообще ничем не занимался. То есть мышцы все атрофировались, а так как я сначала скинул мышечную массу, то есть у меня все тело поплыло, все опустилось вниз, и грудь, и живот, и... ну, все-все-все. То есть кожа стала дряблой, я решил начать заниматься спортом дома. с резинками, с подтягиванием, потом выходил на улицу на брусье, и вот так я провел год. Занимаясь, приседая, все это дома, потом понял, что мне своего веса уже не хватает, чтобы этим заниматься, и я пошел в зал. В зал я пошел, сначала занимался с тренером, 4 месяца я даже занимался с тренером, потом уехав в отпуск на 2 месяца в том году, я решил, что буду заниматься сам. Начал с самых базовых упражнений, и вот 2 месяца у меня был отпуск, то есть получается, я ходил в зал через день, и отрабатывал с небольшими весами именно базовые упражнения, становые, приседания, жим-лежа, уже там дополнительные дел, на которых оставалось сил, и потом, после отпуска, я уже стал в зал ходить три раза в неделю, то есть тренер меня постоянно пытался закинуть на сплиты, но сплиты я не вывозил, чисто физически, потому что мышцы мои отказывались это делать, сейчас я на фулбаде, то есть у меня 8-9 упражнений за тренировку, и меня это устраивает, мышечная масса вроде бы растет, вот я сейчас 6 килограмм поднабрал за 8 месяцев, в тело осталось такое же, я имею ввиду, по объемам, живот немножко уменьшается, грудь выросла, вот, уже дрябости никакой нет, все подтянулось, все хорошо, осталось вот добить именно низ живота, спасательный круг, чувствую себя гораздо лучше, в том году вот подключил бег, бегаю 2 раза в неделю, вот в этом парке, в этом, вернее в том году в декабре решил, что хочу бегать еще зимой, купил экипировку, теперь бегаю зимой, это вообще очень круто, это прям, вот я не думал, что я реально кайфанул от бега, особенно зимой, как бы вспоминая о детстве, когда мы бегали на лыжах, это даже круче, чем на лыжах, бег, это вообще просто мега супер круто, а зимой в дни восстановления после тренировки, после тренировки кардио не занимаюсь, до тренировки иду 2 километра в зал и уже непосредственно сразу перехожу к разминке, и когда все это встраивается вот в образ жизни, это настолько все легко, сейчас энергии прибавилось, плюс очень благодарен Антону за ролики по психожизни, по стриму по психожизни, начал читать психологию, что-то изучать, понимаю, насколько раньше я жалел себя и вот эти вот все, типа, я таким и буду, в общем, это мне очень помогло разобраться в себе, разобраться в семейных отношениях, бросить пить, кстати, да, я курил, курить я бросил в 2009 году, но курить было, бросить прям очень легко, просто перестал курить и все, с алкоголем вместе баловался там легкими наркотиками, их тоже бросил, сейчас я вообще не употребляю, вот два года я чистый, полностью, только спорт, бег, работа, приведя в порядок свою голову, семейные отношения наладились, то есть с супругой уже все по-другому и отношения как бы к тому, что дочь вот с таким недугом, то есть уже спокойно, да, это есть, это надо принять и все, с этим надо работать, супруга стала заниматься, открыли небольшой бизнес по зефирным цветам, то есть она делает зефирные цветы из зефира, очень вкусно, очень красиво, мы с единомышленниками, с ребятами открыли свою сварочную мастерскую, я сварщиком работал всю жизнь, 20 лет, вот я занимаюсь аргонодуговой сваркой, сейчас у нас своя мастерская небольшая и как бы главная дисциплина, дисциплина это прям вот кругольный камень всего вот этого, то есть лучше терпеть боль от дисциплины, чем потом терпеть боль от сожаления, это правда, как бы кто-то всю жизнь ничего не делал, это потом сожалеет, самое интересное, насколько телом быстро привыкает не жрать очень много, я помню время, когда я мог съесть ведро кэфси за один присест, там 25 крыльев, плюс залить это алкахой, пивом, или там коньяком, и просто ходить, страдать, и сразу есть, 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 и пузо растет, и прям такой дискомфорт, а сейчас настолько вот легкость в теле, постоянно, энергия, она прям энергия прет, то есть, когда ты не ходишь в зал, вот эти дни вечера, прям, хочется что-то делать, не хочется прийти домой, а сразу и сразу лечь на диван, там, перед телевизором, то есть, и понимаешь, насколько Антон был прав, что времени всего 24 часа в сутки, и 10 пальцев на руках, как бы, вообще иногда времени ни на что не хватает, потому что все время какая-то движуха, туда-сюда, там, раньше залипал на сериалы, просто мог там неделю пролежать сериалы смотреть, или еще что-нибудь, сейчас, вот, это и не хочется, и постоянно есть какое-то занятие, то есть, постоянно какой-то движ, вот, и до армии я занимался в зале, мы ходили, у нас был хитнес-центр, занимался пауэрлифтингом, там, какой-то вымпел выиграл, помню, но, по прошествии вот 20 лет, с того момента до этого, то есть, насколько тело уже забыло, что такое нейромышечная связь и прочее, то есть, заново, все это, казалось, что да, я все это делал, я все это могу еще там штангу поднять, со штангой присесть, там, становлюсь делать, я же это делал, как бы, но не тот-то было, то есть, все, и кости уже не те, и, как бы, гнешься, суставы, все не так, уже такой более деревянный становишься, не такой эластичный, как в молодости, ну, вот, поэтому, круто, я круто поменял свою жизнь, ребята, и вам это советую, не тормозите, не думайте, как будет, будет хорошо, дисциплина, и все будет отлично, кто еще не начал, начинайте, время уходит, и, как бы, боль от сожаления будет тяжелой, лучше потерпеть дисциплину, но, привести себя в порядок, привести в порядок свои мысли, голову, тело, душу, кому, 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 как, как, как нравится, вот, и, смотрите, солнышко, как сегодня светит, это просто прелесть, какая-то, хочу сказать большое спасибо Антону Олеговичу, что вообще он вот занялся этим каналом, несет информацию к людям, и, особенно по психожизни, то есть, я в какой-то момент понял, что, да, это канал не о том, что есть, как похудеть, это немного другое, потому, что, когда я спрашивал супругу, ты мне скажи, что мне есть, я похудею, и готовь мне то, что я буду есть, я похудею, что это нифига не работает, это пока ты сам, там, свою голову, это не вобьешь, это не станет ни привычкой, ни смыслом жизни, ни, ну, даже не смыслом жизни, наверное, как бы очень сильно, именно, именно привычкой, да, привычкой нормально просто питаться, то есть, пищевое поведение, чтобы оно было нормально, чтобы не было зажоров, чтобы не хотелось сладкое, да, кстати, еще, когда я первый год выдел, забыла бы там сказать, у меня, получается, с сахаром начались проблемы, то есть, мне еще в больнице, когда был кипертонический криз, сказали, что у вас низкая толерантность к глюкозе, ее поставили, я как бы не заметил это, и продолжал есть сахар, и когда уже прошел год, по-моему, после этого меня отправил кардиолог к кондокринологу, и сказал, что у меня повышенный сахар, да, сахар там, когда я попал в больницу, он был что-то больше 9, и вроде как постояли диабет 2, и низкую толерантность к глюкозе, но в итоге, а, посадили на препараты, там, я уже не помню, какие, но я просто завязал, пить чай с сахаром, вообще сахар убрал, шоколад, полностью, короче, исключил сахара, и через год буквально, сахар восстановился, то есть сейчас у меня сахар, вот я мерил его постоянно, там, каждое утро, то есть и 4, и 5, больше пятерки, короче, не поднимается, за счет физических тренировок, и за счет того, что я его не употребляю, вот сколько я анализы сдавал, чекапы всякие, то есть с сахаром все в порядке, вот эндокринолог мне втюхивал какие-то препараты, которые колоть, чтобы быстро похудеть, но они очень удивились, что я так быстро похудел, врачи, и сказали, что он молодцом, типа все нормально, так что кто хочет, тот похудеет, а кто не хочет, ну, что тут сказать, все зависит от вас, так что всех целую, всем пока.